В Атаравской области активно работает программа управления хроническими неинфекционными заболеваниями. Начав в прошлом году внедрение программы с трех медицинских учреждений в городе, в этом году к новшеству присоединились и районные поликлиники. В тех медучреждения, где программа функционировала, в прошлом году обращения пациентов с осложнениями сократились почти вдвое. Программа управления заболеваниями стартовала осенью прошлого года в трех городских поликлиниках. Присоединились к ней 296 пациентов, страдающих высоким артериальным давлением, хроническими заболеваниями сердца и сахарным диабетом. Основной ролью играет здесь обучение самих пациентов самому менеджменту. То есть научить его управлять своим заболеванием. Это прием лекарств, обследование, кроме этого вести ежедневный дневник. Казалось бы, ничего нового сложного. Но когда пациент видит, как его не только опекают, но и учат самостоятельно следить за своим здоровьем, результатов долго ждать не приходится. В тех поликлиниках, где программа была внедрена в прошлом году, обращения пациентов с осложнениями сократились почти вдвое. Очень довольны, потому что еще больше внимания и наблюдения. Ежемесячно сдаешь анализы, и уже знаешь, у тебя где какие-то отклонения. Приходится на это обратить внимание, тут же тормозишь где. Ну, диета, естественно. В регионе медицинских учреждений зарегистрировано 35 тысяч больных, страдающих с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями сердца и гипертоников. 8% из них уже вошли в программу. И эта цифра будет расти. В этом году к программе присоединились еще 12 поликлиник. Не только в городе, но и в районах области. За здоровьем пациентов следят врачи и медицинские сестры, прошедшие специальное обучение. Виктор Сутягин, Семирал Сутунгазиев и Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар, 24.